Дорогие друзья! Дорогие друзья! Не о жизни, не о заповедях Божьих, не о церкви. Все воспринимается смехом, с нерадением, а иногда даже с откровенной агрессией. Как помочь таким людям? Так или иначе, все эти вопросы верующих людей беспокоят. Постараемся, дорогие мои, сейчас этот вопрос рассмотреть с позиции святоотеческой. Я предлагаю вашему вниманию, дорогие друзья, из миссионерских писем святителя Николая Сербского Велимировича, одного из выдающихся богословов и миссионеров XX века, письмо одной сестре, которая скорбит об испорченности брата. Давайте это письмо сейчас внимательно послушаем, потому что здесь как раз ответ, как надо правильно к этому всему относиться. Письмо 37. Сначала он объявил себя безбожником и стал издеваться над твоими иконами, молитвой и набожностью. Потом, я знал бы, даже если бы ты мне об этом и не сказала, предался развратной жизни. Небрежное и неизбежное последствие неверия. Развратная жизнь. Он гневлив, угрюм, ленив и дерзок. Требует того, что ты не можешь ему дать. Приходит в бешенство, когда ты что-либо ему советуешь. Готов убить тебя. Ничего общего с прежним человеком. Как будто бес в него вселился, пишешь ты. Бедная сестра. В него действительно вселился бес. Своего рода безумие, которое неминуемо поражает отпавших от Бога. Ибо не может человек, отвернувшись от Бога, не оказаться в густой тьме. Нельзя отречься от Бога и не обезумить. Обратите внимание, дорогие мои, какие глубокие и очень точные слова. Невозможно отвернуться от Бога и не оказаться вот этой густой тьме. Я расскажу тебе, пишет далее святитель Николай Велимирович, расскажу тебе о том, как одна мать спасла своего сына, похожего на твоего брата. Однажды, когда все материнские советы были исчерпаны, она вдруг замолчала. «Ни слова больше сыну». И начала молиться Богу, чтобы он послал сыну какую-нибудь болезнь. «Ты скажешь, жестокая мать, послушай до конца». Эта мать сама мне все это рассказывала. «Я поняла», — говорила она, — «что никто под небом не может спасти его, только один Бог и только каким-то страданием. Поэтому я и молилась о том, чтобы он послал сыну испытание». Долго молилась. И действительно, сын заболел. Он пролежал в постели три месяца, я ухаживала за ним, и на его глазах молилась Богу. Он думал, что я молюсь о его телесном здравии. Я же молилась об исцелении его души. Он видел мою заботу, любовь и молитву, и сердце его смягчилось. Однажды, когда у врачей уже опустились руки, а он сам стал похож на тень, он заплакал и прошептал. «Милая мама, помолись Богу, чтобы я не умер». Я ответила ему. «Я помолюсь, но обещай, сынок, что ты всегда будешь помнить Бога и благодарить Его, и жизнь свою исправишь». «Да, мама, да, да», – шепотом сказал он уже в агонии. Я как-то знала, чувствовала, что он не умрет. И, слава Богу, он поправился. Сейчас он здоров и душой, и телом. Мягок, как воск, благочестив, как ангел, послушан и заботлив, как солнце. Вот святитель Николай приводит этой сестре, страждущей у неверия брата, примеру, вот этой матери, которая молилась, чтобы Господь послал испытание ее сыну и таким образом привел его в чувство. «И ты, сестра, оставь свои советы, замолчи и не раздражай его, он сейчас в горячке, начни молиться за него, говоря, «При благей Господи, неисповедимые и бесчисленные пути твои, яко сам веси, исцели душу брата моего, пусть даже тяжкой болезнью или мукой молюсь тебе». «И еще выбери один день в неделю и пастись за него, раздавай милостыню за него, и Господь в свое время по своей воле дарует ему доброту души и вернет его в твои руки, здоровым и разумным, таинственным образом вливая в твое сердце евангельские слова. «Вот брат твой был мертв и ожил». Эти известные слова из Евангелия от Луки, из 15 главы, из притчи о блудном сыне. «Вот брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». «Воистину, сестра, велика любовь твоя и жертва твоя не останется без награды. Мир тебе и помощь Божия». Смотрите, дорогие друзья, какое мудрое наставление святителя Николая Сербского. Конечно, едва ли можно как-то комментировать или что-то добавить к этим мудрым словам. Лишь кратенько поясню, эта скорбящая о своем сыне мать просила ему испытания отнюдь не по жестокости, а ради спасения его души. Конечно, может, современным людям, привыкшим к комфорту, привыкшим, что все было хорошо. И любой священник вам может привести множество таких примеров, когда приходят страждущие матери или отцы, жалуются на своих нерадивых, неверующих, ожесточенных детей и говорят, «Батюшка, помолитесь, чтобы у него все было хорошо». А спрашивают, чтобы у него было хорошо, где? Ну, просто, чтобы у него было хорошо. Но не бывает, чтобы было все хорошо у человека, который отвернулся от Бога. Вот как я только что вам зачитал. Невозможно, чтобы человек отвернулся от Бога и не оказался в густой тьме. Поэтому, чтобы было хорошо душе, иногда, иногда в отдельных случаях, и Господь знает, как наш любящий отец, как мудрый врач, знает, когда через какое-то испытание можно привести человека в чувство, чтобы спасти его душу. Нам порой иногда хочется всех своих родных, близких, которые еще далеки от Бога, спасти каким-то, я прошу прощения за такое, может быть, резкое сравнение, каким-то магическим путем. Вот просто пришел в храм, перекрестился небрежно, поставил свечу, и все должно стать хорошо. Просто автоматически стал дать хорошо. Не идешь ни на какую жертву, хоть малую жертву. Вот, например, как здесь сказано, поститься хотя бы еще один день, поститься за близкого, дорогого тебе человека, который погибает, раздавать милостыню, молиться усердно, и молиться, сказать, Господи, имя же вести судьбами, то есть как ты сам знаешь, как тебе угодно, только спаси моего сына, дочь, брата, племянника, там отца или мати, спаси его, Господи, может быть, через испытание. Если Господь посет испытание, воспринимать это не как гнев Божий, а как вращующую его десницу. Давайте задумаемся об этом. И что очень важно еще в этом письме, и святитель Николай Сербский здесь, в общем-то, единомыслен с многими другими святыми отцами, что если слова ваш близкий не принимает, не надо метать бисер, как сказано в Евангелии, не надо говорить, говорите Богу. Вот преподобный Паисий Святогорец тоже советовал родителям, чьи дети отошли от Бога, противятся, ожесточены. Он говорит то, что ты хочешь сказать своему сыну или дочери, ты скажи Богу. Не ему говори о Боге, если он не воспринимает, а Богу говори о нем. Говори со слезами, говори Богу и Пресвятой Богородице, и Господь, и Пресвятая Владычица Богородица, наша любящая Небесная Мать, знают, как спасти, как привести в чувство. Помоги нам всем, Господи. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok